Ребята, всем огромный привет! Сегодня я хотела бы записать вам небольшой обзор на книгу Феликса Шнайбергера «Скетчи без границ», а также покажу свои рисунки, которые у меня получились после прочтения этой книги. Сразу хочется отметить очень высокое качество издания этой книги. Это, знаете, тот самый момент, когда книжку просто приятно держать в руках. Также здесь есть такая ленточка, которую вы можете отметить, понравившийся вам разворот. Ну ладно, давайте пролистаем книгу, расскажу, что здесь интересного и что мне особенно запомнилось. Вся книга – это, в основном, знаете, такой источник вдохновения. То есть, если вы думаете, что вы будете читать ее в течение нескольких дней, то вы, конечно, ошибаетесь, потому что здесь, знаете, это книга из той серии, где картинок больше, чем текста. То есть, сам текст можно просто прочитать там за вечер. Но вся суть книги именно заключается в картинках и в иллюстративном ряде. И здесь даны еще также полезные советы от самого автора. Он рассказывает именно про технику быстрого скетчинга. Тот самый случай, когда вам не нужно смотреть, насколько правильно, насколько аккуратно у вас получился рисунок. Также здесь даны примеры рисования самыми разными материалами. Скетчи можно делать и цветными карандашами, и шариковой ручкой, и простым карандашом, и линнером, и тушью, всевозможными, короче, материалами. Основной упор на что делает автор в этой книге именно на такие эмоциональные, эффектные зарисовки. Когда, знаете, когда вам нужно нарисовать не красиво, чтобы всем понравилось, а когда вы именно пытаетесь схватить свое впечатление. Также здесь есть несколько слов про скетчинг акварельными красками, когда он используется, зачем он используется, про технику коллажа. Кстати, тоже интересная техника, которой я почему-то никогда не пользуюсь. Но что меня еще здесь поразило, это именно та манера, с которой рисует автор. То есть ты смотришь и думаешь, что ничего себе, это вот так вот рисуют профессиональные художники. То есть я не смотрю на это, как на какие-то детские рисунки, я смотрю на то, насколько свободно это все нарисовано. То есть очень живая, легкая линия, очень смелые какие-то цветовые решения. И вот здесь смотрите, через всю книгу прям красной нитью прослеживается, что не бойтесь ошибаться. Самое главное, пробуйте, рисуйте то, что вы чувствуете. Вот такие вот очень классные скетчи здесь представлены. Кстати, автор очень много рисует архитектуру и много рисует людей. Мне кажется, что люди и архитектура, это прям вообще в скетчах, это супер круто смотрится. Здесь также он говорит про то, что можно иногда дорисовывать то, чего, в принципе, вы не видите. То есть вы можете, вы можете что-то додумать. Это говорит про поиск композиции. Вообще, в целом скетчинг очень круто прокачивает ваше художественное видение, ваше чувство композиции, ваши какие-то смелые цветовые решения. Поэтому, если вы еще не увлекаетесь быстрым скетчингом, то я вам настоятельно рекомендую это делать. Также здесь, кстати, тоже рассказано про то, как можно собирать такие рисовальные коллажи, когда вы, например, гуляли целый день по какому-то месту, да, и зарисовываете просто фрагменты этого места и потом собирается все это в одну, в один разворот. Пару слов про перспективу. Ну, так как, да, здесь много именно говорится про городской, городские зарисовки, то перспективы это очень и важно. Про то, как рисовать пейзажи, про то, как рисовать природу. Все-все здесь есть и видите, да, что очень много всяких примеров и не так много текста для того, чтобы вы могли зрительно представить, о чем автор говорит. Ну и самое главное, самое главное вообще, что я считаю, что есть в книгах, это то, что книга вызывает желание рисовать. И вот эта книга, она реально вызывает желание рисовать самые простые, самые банальные предметы, просто корзины из супермаркета, какие-то бытовые наши вещи, да. Здесь, кстати, даже даны советы про то, как рисовать в общественных местах, как рисовать людей, когда они вас не видят. То есть все-все вот эти нюансы автор очень классно подмечают, когда не нужно делать скетчи, когда это опасно может быть. Про это тоже есть несколько слов. Также есть про рисование с натуры, есть про рисование животных, как рисовать животных, когда они постоянно, постоянно меняют свое положение, потому что это вам не натюрморт нарисовать. Вот такие вот классные эффектные зарисовки. Прямо мне очень нравится, как смело, как необычно оформлена эта книга. И здесь представлены скетчбуки автора, где он рисует на развороте, где он рисует в узком скетчбуке, где он рисует акварелью, где он рисует тушью, где он что-то придумывает даже, дорисовывает как-то свои скетчи, какие-то цветовые акценты расставляет. В общем, идей полно просто, да. Как вот монохромно нарисовано здание такое серо-синее и даны красные акценты. Шикарно. Несколько слов про то, как рисовать автомобили и как они отражают эпоху, время. Еще один коллажик интересный. Опять, да, такое все черно-белое-черно-белое и яркие красные акценты. И смотрите, насколько здесь интересно собран масштаб, да, что большое лицо, какие-то мелкие детали есть, более мелкий корабль. И что классно, автор иногда рисует не целиком, да, вот как мы привыкли, взяли и нарисовали, например, кораблик, а он рисует вообще только фрагмент, и он не боится этого делать или фрагмент вертолета. Прикольно. Мне вот эта идея тоже очень понравилась. И опять же, да, смотрите, насколько легко, насколько смело. Никто не выстраивает вот эти супер ровные линии в рисовании архитектуры. Криво пошла линия, да ничего страшного, это тоже допустимо. Вот эти все идеи прям подмечайте, отмечайте и пробуйте повторить. Многоцветный Нью-Йорк, скелеты динозавров, это про зарисовки в музеях. Короче, очень много всяких прям таких, знаете, жизненных бытовых советов про то, как рисовать на улице, как вот делать эти зарисовки, как делать эти скетчи. Поэтому, если вам эта тема интересна, мне кажется, что книжка вам сто процентов понравится. Ну что, я готова показать вам свои наброски, которые мне удалось сделать после прочтения этой книги. Вот такую я зарисовку сделала, это как раз зарисовка в технике коллаж, где я рисую книжную полку, затем я рисую свой рюкзак и на дальнем плане у меня идет сухая пастель и логотип передвижника, где как раз я покупала все эти материалы. Еще один скетчик, тоже больше такая коллажная техника, это мой недавний поход в Екатерию, тоже логотип, надпись, какие-то баночки, роллы, картофель, то есть тоже я играю с масштабом, но пока что я только-только это пробую, пока мне это еще не совсем, я себя в этом уверенно чувствую. И еще сделала тоже два таких вот быстреньких скетчика обычным простым карандашом, нарисовала тарелочку с креветками, то есть, да, вот не прорисовывая каждую креветку в отдельности, именно захотелось мне передать вот эту всю тарелку и еще одно такое интересное блюдо я тоже решила нарисовать, но смысл был именно в том, чтобы не заморачиваться над точностью, а рисовать вот просто легко и быстро. И сделала еще вот такой вот набросочек, просто различные овощи, зелень, может быть я потом позже сделаю легкой акварелью, пройдусь по этому рисунку, и также нарисовала я вот такой вот разворотик как раз к тему книги, к тему обложки. Немножко в своей стилистике и своими материалами решила перенести эту надпись себе в скетчбук. Ну что, ребят, вот такой вот у меня обзор для вас на сегодня, я надеюсь, что он вам понравился, если у вас остались какие-то вопросы, вы всегда можете задать их мне в комментариях, ну и не забывайте подписываться на мой канал, чтобы всегда быть в курсе последних событий. Я буду стараться выкладывать контент в этот канал еженедельно, поэтому надолго мы с вами не прощаемся, обязательно увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!